Это Витебское шоссе, Дубровенко, Красный Бор, Порт Смоленском. Обычно здесь машин бывает очень много, но в настоящее время поток машин небольшой. Мы едем от вокзала, встречали поезд Ласточку, и вдруг я увидела на дереве грибы. Обалдеть! В лесу мне не удается найти никаких грибов, ни зимних опят, ламулин, ни иудина уха, аурикулярия или гриб муэр, как мои друзья находят всю зиму эти грибы, ни вешенок, потому что нынче в леса очень трудно пробраться. Там много-много снега, дороги многие замело так, что по ним никто не ездит. А здесь, а здесь же такое богатство, такое дерево богатое, столько много грибов. Я не знаю, мы, конечно, опоздали увидеть живыми эти грибы. Сейчас они многие уже испортились, они уже поникли, они уже постарели. Но среди них есть ещё живые грибы, очень упругие, хорошие, но их немного. Конечно, мы их не будем забирать, не будем их трогать, пусть они останутся в природе. И это же не лесные грибы, а грибы у дороги. Их есть нельзя. Это грибы канцерогенные. Они впитывают всякие вредные вещества от дороги. Но грибы очень красивые, очень-очень милые. И их было здесь очень много. Так красиво. Не зря это дерево пропадает. Оно подарило жизнь многим-многим этим вешенкам. Хорошо, красиво, у дороги. Классно. Вешенки и грибы очень полезные. Они растут и летом, и осенью. Но и зимой их можно обнаружить. При потеплении, при оттепеле, они растут. Хоть и медленно, но всё-таки растут. А при морозах они замерзают, но потом при оттепелях растаивают. И растут тебе. Здесь недалеко находится детский лагерь отдыха. Салют. А внизу большое озеро Дубровинское, самое близкое Смоленске озеро. Летом здесь бывает очень много народу. Мы остановились, чтобы снять всю эту красоту. Все эти грибы вешенки. Удивительно, красиво и очень интересно. Грибы зимой это не такое уж частое явление в природе. А пока мы уезжаем. Всем пока-пока и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова